Всем привет, с вами Трестания и я рада приветствовать вас в своей комнатушке. Сегодня мы будем делать вот такой декоративный домик. Его можно поставить в цветочный горшок, сделать брелок или же подарить. Начнем. Основой домика будет фольга. Отрываем нужный длинный кусок и плотно сминаем его, задавая форму. Чтобы домик стоял и не падал, простукиваем дно нашей заготовки, а также простукиваем часть, где будет дверка. Все выравниваем. Я решила сделать внешнюю часть домика из остатков кейна, природного камня. Нарезаем наш кейн на пластинки. Раскатываем пласт черной полимерной глины толщиной 2 мм и укладываем наши пластинки на него, плотно прижимая и не оставляя просветов. Готовый пласт раскатываем на пастомашине на той же толщине. Лезвием обрезаем край и оборачиваем нашу заготовку. Все прижимаем четко по форме домика. Я делаю надрез вместе с тыком и подгибая пласт, оборачиваю последнюю сторону. Лишнее обрезаем, в будущем все пригодится. Все неровности, выступы разглаживаем, плотно прижимаем друг к другу. Из медного цвета вырезаем полоску. Это будет наша окантовка дверки. Примеряем ее к домику по длине. Раскатываем пласт розовой полимерной глины, прикладываем домик стороной дверцы к нему и обрезаем по контуру. Если что-то мешает, подрезаем. Теперь нужно задать текстуру дверцы. Для этого я пользуюсь иголочкой. Наношу линии сверху вниз, давливая пластику. И той же иголочкой делаю мелкие, промежуточные, менее продавливая их, умитируя спилы и насечки. Прижимаем дверку к домику очень плотно. Оборачиваю медной полоской, захватывая как дверку, так и сам домик, чтобы не было зазоров. Задаем текстуру каменной кладки нашей окантовки, также при помощи иголки. Раскатываем кусочек той же медной глины, 1 мм толщиной. Вырезаем удлиненные треугольники, это будут дверные петли. Укладываем их на дверку, хорошо прижимая. Иголочкой текстурируем, продавливая полоски. Катаем маленький шарик и прикладываем его на место ручки. Тонко раскатываем белую полимерную глину, вырезаем квадратик рельефным лезвием. Из медной глины катаем тоненькие ниточки, они и будут держать нашу вывеску. Иголочкой прикладываем нить к дверке, сразу в изогнутом положении. Наркладываем вывеску. Ну и не забываем про гвоздик, на котором все и держится. При помощи иголки на вывеске продавливаем надпись. Музыка. 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 При помощи любого инструмента или той же иголочки делаем текстуру кирпичиком. Музыка. Домик запекался при температуре, указанной производителем. После запекания я затонировала дверку коричневой акриловой краской. Ну вот и все. Вы смотрели мастер-класс декоративный домик феи от Ристания. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Пока-пока!